Другим темам МЧС усиливает группировку в Крыму. Под особым контролем те населенные пункты, где света нет вообще. Сформированы мобильные подразделения из энергетиков, коммунальщиков. Они доставляют воду и продукты питания. В целях экономии принято решение о приостановке работы более десятка промышленных объектов. В Симферополе, вслед за Севастополем, вместо троллейбусов в рейс выходят автобусы. Накануне в регион прибыл самолет, который доставил три сотни генераторов. И такая помощь продолжится. Ее готовы оказать многие российские регионы. К моменту подачи электроэнергии из Кубанской энергосистемы в Крым в этот период нужно обеспечить жизнедеятельность объектов, входящих в список номер один. Это в первую очередь больницы, социальные объекты. По максимуму дать возможность составить график подачи электроэнергии в жилые кварталы. Под особый контроль поставлены населенные пункты, в которых, к сожалению, уже несколько суток нет энергоснабжения. Были сформированы мобильные подразделения МЧС России, соответствующих служб энергетиков, коммунальщиков, которые организовали доставку воды, продуктов питания, кое-где развернули городки жизнеобеспечения. Энергоблокада Крыма продолжается уже четвертые сутки. Накануне украинские радикалы пустили ремонтные бригады только к одной из четырех подорванных опор ЛЭП. Но когда электричество поступит на полуостров, пока не ясно.